дорогие мои везунчики вы на канале натали мастерс ну что вы там все отмечаете мои хорошие что вяжете как у вас дела пишите в комментариях сегодня я покажу вам безумно красивый простой узор вот такой милой станет вашим фаворитом любимцем из пряжи бюджетный я буду вязать это dolce merino малая правильный мятный оттенок знаете не слишком яркий а настоящая нежная мята и не слишком светлая вот прям как я люблю идеальный оттенок а спицы нам рекомендуют 375 4 с половиной я вяжу на спицах четыре с половиной классная пряжа это полушерсть так оттенок 59 438 кому интересно и состав качественный качественный акрил и меринос большие клубочки пряжа прекрасно держит резинку сейчас я вам это покажу клубочки по 100 грамм 230 метров расход будет экономичным несмотря на то что пряжа бюджетная мне очень хочется связать потому что оттенок понравился по-настоящему и посмотрите как же классно трикотаж на идет себя полотно для начинающих пряжа идеальная стопроцентный меринос требует особенного подхода в стирке а меринос с акрилом не требует и если вы проведете в то вот так отпадите у вас получится более этот узор ажурным очень очень простой давайте обсуждать как его вязать подойдет без планки можно вязать красивые шарфы идеальнейший будет шарф палантины легкие аджурные джемперы идеально подойдет для круглых кокеток вот может быть я на основе этого узора тоже какой-нибудь джемпер придумаем или свитер с высоким воротничком напишите чтобы вы еще хотели посмотреть моментально запоминается узор очень простой джемперы кардиганы детские изделия идеально будут смотреться шарфы палантины чем просто хитовый узор в жизни еще лучше будет вашим м самым самым фаворитом это высоту мы будем повторять всего-то навсего 4 рядом как вязать этот узор по кругу я тоже скажу и так если вяжем по кругу мы по 12 петель будем прибавлять каждый рапорт составляет 12 петель при вязании туда-обратно для симметрии вот здесь добавляем 6 петель вот они петли симметрии и 1 2 2 кромочные вот и все по кругу четные ряды вяжутся все изнаночными петлями по кругу все четные ряды то есть 2 4 ряд раппорта вяжутся лицевыми петлями в том числе и накиды вот и все приступаем и заодно поймаем двух зайчиков это видео лишний раз вам покажу свою любимую резинку со скрещенной лицевой и с обычной с обычной изнаночной поэтому с лицевой стороны она с изнаночной стороны она выглядит как резинка один на один зачастую все японские узоры все вот эти книжки по 1000 узоров там и скрещенными вяжутся и все узоры и вообще очень любят как раз скрещенные лицевые японцы на и японские популярные всякие ажурные ранистые узоры еще одна причина почему я начну с резиночки потому что резинка один на один как планка идеально для этого узора так как у нас получается наша веточка деревца растет из изнаночной петли вот так как я буду показывать что само по себе здорово здорово и так я наберу выбираем 24 петли потом 628 и 29 30 30 петель выбираю на чулочные спицы это зинк и так два раза по 12 это 24 плюс 630 и плюс 2 кромочные 32 зависит от способа как то набрали петли я набрала обычным способом и таким образом мы вяжем планочку первый ряд изнаночный кромочную буду снимать и провязываю следующим образом я провязываю с изнаночной стороны за заднюю стенку так сзади изнаночную скрещенную далее обычная лицевая изнаночная скрещенная она получится скрещенной лицевой на лицевой стороне обычная лицевая очень во многих изделиях я использую эту резинку в принципе моя любимая и конечно ее можно сочетать и с фабричным набором и с моим любимым эластичным набором приглашаю вас как в плейлист по узорам там вы найдете сотни самых самых красивых актуальных изысканных узоров и в плейлист по наборам там вы найдете тоже все все наборы фабричные разные способы лучшие способы по кругу туда-обратно для разных резинок 1 на 1 2 на 2 и так далее так вяжем первый изнаночный ряд изнаночная скрещенная лицевая заканчиваю первый ряд изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещена лицевых рядах в этой резинке мы провязываем снимаем кромочную провязываем обычную изнаночную изнаночную а лицевую свою очередь мы провязываем перевешивая скрещенной изнаночная лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная таким образом мы чередуем эти два ряда и и провязываем если нам нужна планка планка пусть будет нужной нам необходимой ширины далее вяжем столько раз по два ряда сколько нам нужно до на ширину планки заканчиваем изнаночным рядом из лица начинаем вязать первый ряд раппорт и так 7 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 далее перевешиваем две петли что они ровно висели на правую спицу подхватываем сзади таким образом и провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид лицевая обычная можно оставить скрещенную то есть провязать вот так тоже будет очень красиво накид и 2 вместе так как я вижу бабушкиными петлями я сразу 2 вместе вот так провязываю за задние стенки 2 вместе с наклоном влево и второй раппорт вяжем точно так же лицевые лицевая из-за изнаночному за переднюю стенку вяжем первая лицевая вторая там где лицевые за заднюю по кругу будет по-другому дать следите чтобы петельки не были скрещенными и так раз два три 4 5 6 7 далее мы 2 вместе провязываем с наклоном вправо накид лицевая накид и 2 вместе с наклоном влево остаются петельки симметрии и мы провязываем 6 лицевых 6 лицевых и кромочную провязываем изнаночные первый лицевой ряд закончить второй ряд все петли мы провяжем изнаночными при круговом вязании провязываем все петли лицевыми когда я вижу туда обратно я за переднюю стенку провязываю каждую петлю изнаночные в том числе и накиды самые простые узоры зачастую самые красивые второй ряд заканчиваем третий ряд создает красоту по кругу этот ряд 3 вяжется точно так же и так умочно и провязываю изнаночными 1 2 за заднюю стенку при вязании туда обратно 3 4 5 и 6 изнаночных следующие 2 петельки перевешиваем вот так и провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид 3 лицевые напоминаю что центральную лицевую можно провязать скрещенной накид и 2 вместе с наклоном влево за задние стенки повторяем раппорт и вязание туда обратно 1 2 3 4 между за узорными дорожками будет не шесть и пять изнаночных будьте внимательны далее 2 вместе с наклоном вправо накид 3 лицевые накид 2 вместе с наклоном влево мы закончили второй раппорт и теперь шесть изнаночных а четвертый ряд снова мы провязываем при вязании туда-обратно все петли изнаночные так за задние стенки мы провязываем а изнаночные за переднюю накид за переднюю при вязании этого узора по кругу четвертый ряд мы провязываем весь лицевыми в том числе и накиды все что нам остается это повторять с первого по четвертый ряд и вам гарантирован такой прекрасный ажурный по-настоящему зимний узор красиво ровный результат так как дорожки присутствуют из изнаночных они классно структурируют по если этот мастер-класс оказался для вас полезным то обязательно оставьте комментарии не менее пяти слов поставьте лайк этому видео это совсем несложно сделать я вас целую внимание увидимся в следующих мастер-классах дерзайте у вас обязательно все получится здоровья счастья успехов пока пока до скорых встреч до скорых встреч и и и и и и и и и